Всю свою жизнь Анна Ивановна посвятила семье и работе. Будучи ребенком, помогала ухаживать за младшими братьями и сестрами. В войну на железной дороге в Стеклянном очищала и укрепляла насыпь, выполняла поручения. В 50-м году вышла замуж и приехала в наш город. Работала почтальоном, потом уборщицей. Воспитала троих детей. Она нас всех сплачивает. У нас обязательная традиция. Она всех нас собирает на пироги. Это вот у нас три раза в год мы собираемся все. Дети, внуки, правнуки, вот даже там родственники какие-то приходят. Это пироги. Были замечательные. Она бедрами пекла эти пироги. Секрет долголетия Анны Ивановны в любви. Уверены ее близкие. Эту любовь она дарит всем окружающим. Женщина всегда приветлива, общительна, готова прийти на помощь. Соседи ее все вот тут вот любят. Они вот сегодня звонят, все поздравляют. Она сейчас не выходит из дома, вот на балкончик выйдет, ей там гуляют, ей помашут, звонят, вот меня спрашивают, как там Анна Ивановна. Они все ее очень уважают. И она всех. Она всех и ее тоже. С юбилеем Анну Ивановну поздравили не только родственники и соседи. Теплые слова и пожелания здоровья ей адресовали представитель Совета ветеранов микрорайона и депутат округа. Я считаю, что депутатам важно уделять внимание своим, поздравлять людей с юбилеями. Поэтому с юбилой Михайловной мы сегодня здесь поздравляем Анну Ивановну с 90-летием. У нас вообще добрая традиция поздравлять ветеранов с 90-летием, с 95-летием. Недавно поздравляли женщин с 95-летием. И очень-очень, конечно, нам помогают депутаты. Сейчас у Анны Ивановны большая крепкая семья. Шесть внуков и шесть правнуков. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.